Всем привет! И это видео о мезиальном прикусе. Данная патология достаточно неприятная, так как влияет не только на состояние зубов и, собственно, прикуса, но и сильно изменяет внешний вид человека. В этом видео мы разберем, на что влияет мезиальный прикус, из-за чего возникает и как же его лечить. Кроме того, мы поговорим о том, что же такое скрытый третий класс по Энглию, он же мезиальный прикус, и в каких случаях нам потребуется ортогнотическая хирургия для правильной коррекции мезиального прикуса, а в каких случаях не понадобится даже удаление зубов. Мезиальный прикус встречается заметно реже дистального, о котором мы сняли отдельное видео, по крайней мере у европеоидов. По данным исследований, частота распространения мезиального прикуса среди населения примерно 1-5%. Мезиальная окклюзия может быть обусловлена тремя причинами, две из которых скелетная. Давайте разберемся, из-за чего возникает третий класс по Энглию. Итак, номер один. Смещение зубов на нижней челюсти вперед. Ситуация довольно частая сама по себе, но она чаще всего сопровождается смещением нижней челюсти назад, которое приводит к возникновению дистального прикуса, о котором мы говорили раньше. Но в некоторых случаях нижняя челюсть остается на своем месте и, соответственно, возникает данная патология. При этом передние резцы чаще всего смыкаются стык в стык, а боковые зубы смыкаются не слишком хорошо и имеется явная скучность на нижней челюсти. Чтобы решить данную проблему, необходимо дистализировать зубы с помощью мини-винтов, о которых, кстати, мы говорили в этом видео. Либо в случаях очень серьезной патологии может быть показано удаление двух премоляров на нижней челюсти. Но, повторюсь, такие случаи крайне редки. Номер два. Это ретро-позиция, на этот раз верхней челюсти. Патология не слишком частая, но передается по наследству, то есть обусловлена генетическими факторами. В этом случае у нас верхняя челюсть нормального размера и смещена назад. В некоторых случаях верхняя челюсть может быть укорочена, то есть недоразвита. Корректируется данная проблема с помощью лицевой маски. Как вы понимаете, подобный аппарат в ношении достаточно неудобен и далеко не все дети, особенно на него, соглашаются. А если соглашаются, то не все выполняют в должном образом рекомендации ортодонта. Тем не менее, это единственный способ сместить верхнюю челюсть вперед. Это возможно, потому что у детей швы между черепными костями окостеневают не до конца и еще сохраняется некоторая степень подвижности. А именно лицевая маска нам нужна для того, чтобы была какая-то внешняя опора, потому что всю челюсть переместить крайне сложно. Что касается взрослых, то швы у них гораздо менее подвижны и есть исследования, что подобные аппараты приводили к позитивным результатам и у взрослых. Но опыт коллег, у которых что-то подобное получалось, мне неизвестен, к сожалению. У взрослых подобные аномалии корректируются только с помощью зубов. То есть это ортодонтический камуфляж, при котором у нас верхние зубы наклонятся немножко вперед, нижние немножко назад. И этим самым достигается коррекция несоответствия размеров верхней и нижней челюстей. Данная патология редко настолько сильно выражена, что вот никак не получится обойтись без ортогонтической хирургии. И соответственно ортодонтический камуфляж, то есть вот лечение с помощью брекетов, приносит вполне себе неплохие результаты. Ну естественно, если вы хотите радикально изменить ситуацию, чтобы не было никаких даже маленьких компромиссов по профилю, по прикусу, по наклону зубов, то в этом случае вам поможет только ортодонтическое лечение совместно с ортодонтической хирургией. Номер 3. Макрогнотия. Увеличение размеров нижней челюсти, если по-русски. Чаще всего обусловлено генетически, и это самая очевидная причина возникновения мизиальной окклюзии. Здесь для решения проблемы очень сильно зависит от того, насколько выражена данная патология. Давайте вначале поговорим о детях. Сразу скажу, что нижняя челюсть растет примерно до 18, а то и до 20 лет. Поэтому радикальное лечение подобной проблемы в детском и подростковом возрасте не имеет никакого смысла, более того, может принести даже негативные результаты. Поэтому, если у родителей подобная проблема, и она же начинает проявляться у ребенка, допустим, в 6-8 лет, то нам можно носить какие-нибудь съемные аппараты, но нам ни в коем случае до 18-20 лет нельзя не ставить брекеты, не удалять зубы. Это не приведет к хорошим результатам. Потому что, если, допустим, вы в 16 лет пройдете полноценную ортодонтию, вам там удалят какие-нибудь зубы на нижней челюсти, приведут расположение резцов к нормальному, то есть перекрытие будет правильное и все остальное, а потом еще за 2-3 года нижняя челюсть дорастет, увеличившись в размерах, и мы вернемся опять к тому неправильному прикусу и обратному резцовому перекрытию, которое было изначально. Только вы уже потратите и силы, и деньги, и, возможно, лишитесь каких-то зубов. Что касается взрослых, то здесь все сугубо зависит от того, насколько сильна у нас диспропорция между размером верхней и нижней челюсти. И первый вариант – это скрытый третий класс, он же медиальная окклюзия, когда у нас верхние зубы наклоняются вперед, чтобы компенсировать размер нижней челюсти, и при этом резцовое перекрытие нормальное. В общем-то, вариант такой встречается довольно часто, и здесь даже не обязательно проходить ортодонтию, потому что природа уже сама как бы компенсировала за счет зубов эту проблему. Но если у вас есть скучность, смыкание зубов не идеально, хочется добавить что-то по эстетике, то, в принципе, ортодонтия показана, и вот как раз в этом случае удаление никаких зубов нам не потребуется. Второй вариант – когда макрогнотия у нас в средней степени. В этом случае у нас резцовое перекрытие обычно либо прямое, либо обратное, но величина расстояния между верхними и нижними резцами не превышает пары миллиметров. В этом случае возможна ортодонтическая коррекция, то есть так называемый камуфляж, который с помощью изменения наклонов зубов, то есть верхние зубы немножко назад, нижние немножко вперед, скорректирует данную проблему без ортодонтической хирургии. Нужно понимать, что результат в плане ортодонтии – это некоторый компромисс, потому что у нас резцы будут занимать не совсем свойственный им наклон, прикус может быть не идеальный, возможно, понадобится удалить какие-то зубы. Обращаю ваше внимание, что в данном случае очень редко требуется удаление двух премоляров внизу, только если есть очень серьезная скучность, что бывает очень редко, чаще всего удаляется либо один резец на нижней челюсти, либо не удаляется вообще ничего, а просто проводится довольно приличная сепарация на нижней челюсти. Это тот пограничный случай, в котором ортодонтическая хирургия может применяться, если вы хотите идеальный во всех отношениях результат, и вас не пугает стационарная хирургия и довольно существенные траты финансовые, либо можно выбрать вариант ортодонтического камуфляжа, который подразумевает только ортодонтическое лечение, в среднем это где-то года полтора-два, и соответственно некоторые компромиссы в плане результата. И третий вариант самый грустный, когда диспропорция между челюстями очень велика, и соответственно нижняя челюсть больше верхней, там на полсантиметра, на сантиметр и так далее. При этом сагитальная щель, обратное резцовое перекрытие от 3 миллиметров и выше, хотя зависит, конечно, от каждой конкретной ситуации. В подобных случаях применение ортодонтии в отрыве от хирургии ортогенетической не имеет никакого смысла, то есть сами по себе брекеты не улучшат ваш прикус, не улучшат эстетику, к сожалению. Поэтому здесь варианта два, либо ничего не делать, либо настраиваться на полноценную ортодонтию вместе с хирургическим вмешательством. Такие случаи, к счастью, встречаются достаточно редко, в среднем это не более 10% от всех пациентов с мезиальной окклюзией, которых самих по себе не слишком много, поэтому встречается такая проблема у европеоидов достаточно редко. Почему я так акцентирую внимание на расах? Потому что у монголоидов такая проблема встречается значительно чаще. Два слова об ортогенетической хирургии, об этом будет обязательно отдельное видео, но вкратце, если то это хирургическое вмешательство, направлено на то, чтобы изменить размер челюстей в процессе ортодонтии. То есть вначале ставятся брекеты, все зубы выравниваются, ставятся на законное присущее им положение, после этого пациент ложится в стационар, где проводится ортогенетическая хирургия, понятно, под общим наркозом, и после этого еще в течение, в среднем-то полугода-года, ортодонт доводит результаты уже прикуса и эстетику до идеала. То есть, по сути, это та же ортодонтия, плюс еще операция. В сумме все это занимает где-то около двух лет, и по стоимости довольно недешево, то есть в среднем там цена за все мероприятия около полумиллиона рублей. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, поддержите наш канал своей активностью, ваши лайки поддерживают нас и придают нам сил делать новый контент. Кроме того, наше видео увидит больше людей. Качественного и легкого ортодонтического лечения вам. До встречи!